Итак, еще раз добрый вечер. Я, как всегда, к вам с рекламным семинаром. На сей раз пойдет речь о курсе, который у нас есть в центре. Это работа с отчетами в программе зарплаты в управлении персоналом, редакции, естественно, треть. Здесь ситуация выглядит следующим образом. Ну, во-первых, я представлюсь, с кем-то мы уже знакомы, с кем-то нет. Я Елена Гречко, собственно, я преподаватель пользовательских курсов 1С, которые идут у нас в специалисте. Курсов у нас великое множество, но при этом я могу вам рассказать про 1С. Ну и, как я уже упомянула, у нас есть достаточно любопытный курс, он коротенький, всего 8 академических часов. Это работа с отчетами в программе зарплаты в управлении персоналом. Постановка вопроса выглядит следующим образом. То есть есть уже готовая база, ну вот я вам сегодня на ней как раз и буду показывать. Есть готовая база, база с данными, то есть учет здесь вот в этой базе ведется с 2015 года. И возникает необходимость сформировать отчеты не просто так, как мы чаще всего с вами делаем, там период указали, может какой-то отбор задали, а вывести какую-то дополнительную информацию со всеми вытекающими последствиями. Ну и, собственно, как раз на протяжении курса мы этим и занимаемся, то есть учимся, что можно делать в типовых отчетах. То есть в частности, о чем сегодня пойдет речь, это о том, что можно сделать панелью инструментов. Да, ну так вот, по поводу панели инструментов в отчетах, давайте, ну мне, как всегда, практичнее и проще показать, тем более все-таки у нас, ну, семинар, согласитесь, однозначно, практически по программе. Ну, поскольку вы пришли на этот семинар, я так понимаю, что вы все в этой программе работаете, вот, и наверняка вам знакома постановка вопроса, постановка вопроса, который придерживается разработчик. У нас с каждым обновлением, ну, вот мои такие ощущения, кнопок на панели инструментов становится все меньше, меньше, меньше. Вот, и, ну, здесь еще, конечно, дело в личных предпочтениях, то есть в частности, в частности, кого-то это устраивает, кого-то нет. Ну, и, в общем-то, все вы знаете, что лучшая кнопка в трешке, во всех трешках, это, конечно, кнопка еще, потому что здесь прячутся все наши основные команды. Ну, и, исходя из этих соображений, как раз, вот, как я вам уже сказала, чем мы занимаемся, мы берем отчеты, причем разные отчеты, и кадровые, и зарплатные, там, и налоговые, ну, я имею в виду нерегламентированные отчетности, обратите внимание, а стандартные отчеты. И, в общем-то, приводим их в требуемый вид. Ну, только вот один из функционалов, который существует в этой жизни, это возможность, возможность регулировать кнопки на панели инструментов. То есть, фактически, можно создавать, можно создавать штатную панель инструментов под себя любимых. Это достаточно комфортно в нашей жизни. Ну, и, в частности, в частности, вот, сейчас, секундочку, у меня же, как всегда, есть рояль в кустах, я только поменьше сделаю. Вот, посмотрите, пожалуйста, для начала, тут мое хулиганство, просто, чтобы показать. Вот панель инструментов отчета штатные сотрудники, которую я чуть-чуть поднастроила. То есть, я, видите, вынесла отдельно кнопку «Сохранить варианты отчета». На всякий случай напомню, что, когда речь идет о панелях инструментов, они у нас с вами абсолютно типовые. Ну, и вот, если я вам сейчас открою любой другой отчет, вот, смотрите, опять мое хулиганство. Я здесь кнопку добавляла. Если я открою, например, табель, то здесь мы с вами видим классическую панель инструментов. Ну, вот одна из тем, которая как раз и может быть актуальна, это как вот работать с вот этой самой панелью. Здесь никаких проблем, если мы помним, что мы имеем дело с управляемым приложением. Да, то есть, в основе у нас с вами лежит стандартный принцип «Все, что я вижу, я могу настраивать». Ну, и если мы какими-то с вами командами пользуемся достаточно часто, конечно, в первую очередь речь пойдет о кнопке «Еще», то действительно удобно для себя любимых вынести кнопки на панель инструментов. Делается это следующим образом. Нажимается кнопка «Еще» и, обратите внимание, в меню, она, как правило, в конце, команда «Изменить форму». Команда «Изменить форму». Здесь мы с вами видим как раз все основные настройки, которые можно разворачивать. Обратите внимание, вот есть основная командная панель, да, то есть то, что у нас с вами выведено, главное, вот кнопка «Сформировать». есть у нас с вами настройки отчета, это вот настройки и, соответственно, сохранение выбор варианта. То есть вот оно все у нас с вами. Ну и самое простенькое, так, для затравки. Вот смотрите, скажем, у нас есть настройки отчета, да. Сейчас, секундочку, я уберу, а то мне много плохо видно просто. Вот, есть у нас с вами показатели. Ну и есть, вот, кстати, рассчитать пресловутое сумма, количество среднее. Ну и есть у нас с вами незабвенная командная панель «Еще». Командная панель «Еще», вот здесь идет группировочка, и сейчас, секунду, вот посмотрите, сформировать, формировать сразу, да, потом у нас отчеркнуто, еще пошла группа команд, опять отчеркнуто, опять группа команд пошла. Вот если мы заглянем в «Изменить форму» и командную панель еще, папочку развернем в структуре, то увидим как раз вот эту вот группировку. Вот оно, видите? То есть вот это вот разделы в меню, они в структуре, в структуре формы отражаются фактически, как привычные нам с вами всем папки. То есть здесь абсолютно ничего нового нет. Что мы можем делать? Ну, в рамках, конечно, определенным разработчикам мы можем с вами какие-то кнопки на панели инструмента выносить дополнительно, какие-то убирать, какие-то переименовывать и прочее, прочее, прочее. Ну, вот, например, кнопка «Сформировать», но не нравится она мне, неважно по каким причинам. Вот я ее, смотрите, в левой панели выделяю, справа заголовок. Давайте я сокращу. Вот нравится мне вот так вот. И, соответственно, если я сейчас нажму «Окей», то вот у меня уже вместо «Сформировать», как видите, кнопка называется «Окей». Суть от этого не меняется, но на самом деле, почему начала именно с этого момента, да потому что места на панели инструментов всегда как-то хочется побольше, хотя каждый судит по себе. Сразу, прежде чем мы с вами двинемся дальше. Еще на что хочу обратить внимание, что вот с этой частью мы с вами можем совершенно спокойно экспериментировать. То есть не надо бояться сделать что-то не так. Почему? Потому что у нас в окне «Настройки формы» тоже, видите, есть такая милая кнопочка «Еще». И тут есть команда «Установить стандартные настройки». Ну и если мы ее с вами применим, я не буду «Окей» нажимать, чтобы туда-сюда не бегать, видите, все вернулось на круги своя. Ну, я думаю, что это тоже немаловажно для нас с вами. В общем-то, в жизни мы же не одни в программе работаем, как правило, но речь идет, подчеркиваю, исключительно о пользовательских настройках. Ну и вот, собственно, у нас с вами демонстрация. Вот как раз есть вот такой вот слайд с образцом как раз настройки формы. Ну, давайте начнем с того, что вот даже пример возьму классический. В командной панели «Еще», в командной панели «Еще». Вот она, вот эта команда «Изменить форму». Я сейчас, когда начала разговор, я уже сбегала несколько раз, вот каким образом. «Еще изменить форму». Естественно, мне это не очень нравится. Значит, мне хотелось бы как-то сэкономить свои силы. А как я могу сэкономить? Да вынести эту кнопку на панель инструмента. Значит, как это делается? Мы находим нужную команду в левой панели, которая называется «Элементы формы». Обязательно команду в левой панели выделяем. Одним щелчком левой клавиши мыши. То есть все стандартно. В правой панели, которая у нас называется «Свойства элемента формы», мы уже определяем, что нам требуется. В частности, обратите внимание вот на этот выпадающий список. Где я хочу видеть вот команду. То ли в дополнительном подменю, то есть это вот как раз она у нас с вами, кнопочка «Еще», да? То ли в командной панели, то ли и там, и там. Ну, давайте я скажу, что я хочу видеть и там, и там. Собственно говоря, теперь, если я нажму кнопку «Ок», видите, вот у меня появилась кнопка «Изменить форму». И мне не надо каждый раз делать одно и то же. «Еще» – «Изменить форму». Густячок, но полезный. Ну, опять же, опять же, все-таки вот название достаточно длинное. Название достаточно длинное и не очень комфортное. Мне никто не мешает взять и переименовать ее каким-либо образом. Каким-либо образом это раз. Во-вторых, вы же видите, что я могу еще здесь выбрать вариант. Как она у меня будет отражаться? Здесь тоже текст, картинка, картинка и текст. Ну, картинку, если сейчас покажу, картинка, она для многих будет непривычной. Поэтому насколько комфортно, насколько комфортно это будет именно с командой «Изменить форму», здесь у меня, например, уверенности нет. Поэтому, может быть, практичнее будет выбрать, например, вот такой вот вариант «Картинка и текст». Но ведь есть какие-то кнопки, которые абсолютно стандартные, нам с вами они знакомы до боли. То есть, в частности, например, у нас с вами есть группа команд «Таблица», там есть вот она прячется, кнопка «Редактирование». Ведь у нас по умолчанию, помните, отчеты открываются в режиме только просмотра. Это вот печатные формы, там да, там мы можем что-нибудь эдакое сделать практически сразу. То есть, если я открою сейчас любую печатную форму, абсолютно непринципиально какую. Вот одноразовое редактирование, оно у нас с вами сразу включено. И включено почему? Потому что, смотрите, на панели инструментов печатной формы, вот эта кнопка «Редактирование», она вынесена заранее разработчикам. То есть, естественно, у нас с вами разработчик предполагает, что нам может понадобиться разово подредактировать форму. Для отчетов не стали выносить вот эту кнопку, да, отчеты мы с вами редактируем, мне кажется, все-таки действительно гораздо реже, чем печатная форма. Но мне же этого никто не мешает сделать. Значит, как это сделать? Повторяю, это либо кнопка «Еще изменить форму», или вот в моем случае уже я могу просто нажать «Изменить форму». Пустячок полез. Теперь мне надо аккуратно, с чувством, с толком, с расстановкой добраться до нужной команды. Для того, чтобы не было путаниц, вообще мой совет, вы когда хотите что-то вынести себе на панели инструментов, вы разверните вот под меню «Еще» и посмотрите, где находится нужная команда, чтобы потом было удобнее вам сориентироваться, вот не метаться туда-сюда, а просто было удобнее сориентироваться. Вот она где аж, видите, «Еще» таблица «Редактир». Значит, начинаем аккуратненько в элементах формы, разворачиваем командную панель «Еще». Дальше помните, там была таблица. Соответственно, выбирается работа таблицы. Вот она. И теперь, теперь таблица «Редактирование», «Отображение». Ну, наверное, вот здесь как раз имеет смысл выбрать стандартный вариант, да, картинку. Далее, далее. Я говорю, что мне нужно, чтобы располагалась, например, эта команда исключительно в командной панели. А дальше будет сейчас момент очень любопытный, очень любопытный. Я не буду сразу делать вот четко ту постановку вопроса, которую я озвучила. Мне надо вам кое-что для начала показать. То есть, вроде бы, я сделала все правильно, так же, как я перед этим вам легким движением руки, вот эту команду «Изменить форму», да, кнопку вынесла на панель инструмента. А теперь смотрите, что сейчас будет. Видите, у меня появилась кнопка «Таблица», и уже в ней прячется команда «Редактирование». Ну, как-то совсем не то, что хотелось изначально. Я же не зря вам открыла печатную форму, показала, что там кнопка прям сразу находится. Это гораздо удобнее. А здесь, получается, у нас с вами ситуация какая. Кнопки объединены по группам. Объединены по группам. И у меня сейчас команда находится, видите, внутри группы «Таблица». Значит, для того, чтобы я ее видела сразу, без вот этой вот кнопочки «Таблица», мне надо ее поднять на уровень выше. То есть это делается незатейливо при зажатой левой клавише мыши. Просто перетаскивается. Вот оно. Вот сейчас смотрите, если я таблицу с папочкой сверну, у меня теперь редактирование находится не внутри папки «Таблица», а на одном уровне с папкой «Таблица». Давайте теперь посмотрим, что получалось. Вот она у меня, видите, кнопка «Редактирование». Вот есть такое дело. И уже мне не надо каждый раз, я могу взять и легким движением руки что-нибудь исправить. То есть никуда не бегая, не напрягаясь. Ну, пустячок, но полезный. Ну, что нам с вами еще нужно знать, вот когда речь идет непосредственно о работе с панелью инструментов? Ну, как я уже упомянула, момент важный, что если вдруг делаем, не надо бояться что-то сделать не так, у нас всегда есть возможность вернуться к стандартным настройкам. Никакие проблемы это не составляет. Далее, так, давайте я пока верну. Еще один серьезный момент по поводу панели инструментов. Я же вот вам сразу показал, говорю, вот видите, у меня тут в отчете есть заготовка. Я кнопку «Сформировать вариант отчета» выносила заранее. Ну, выносила я заранее, здесь как-то от противного для того, что… Сохраните, извините, извините, пожалуйста, оговорил, сохранить вариант отчета, конечно. Для чего? Для того, чтобы просто показать, как это может быть. Мало того, у нас кнопка «Сохранить вариант отчета», она же по умолчанию находится где? Вот здесь сейчас я вам на договорниках. Вот у нас есть кнопка, она так и называется, «Выбрать другой вариант отчета» или «Сохранить». И вот она где находится. Я ее для демонстрации вынесла отдельно. Она живет своей отдельной жизнью. Значит, опять же, что важно, почему я ее вынесла отдельно, чтобы показать следующее. У нас с вами любой отчет, да, это некий запрос к базе. Как он будет выглядеть, это определено заранее программистами. Затем, ну, если мы с вами нажимаем вот на эту кнопку, да, то оказывается, оказывается, что у одного и того же отчета фактически, то есть у одного и того же запроса к базе может быть несколько вариантов. То есть вот уволенные сотрудники – это один из вариантов одного и того же запроса к базе. Просто выводится другая информация, не более того. Но панель инструментов, если мы ее делаем под себя, любимых, то тогда, тогда она у нас с вами будет одинакова только для всех вариантов одного и того же запроса к базе. Вот смотрите, отчет «Возраст». При этом я перехожу от одного отчета к другому, но у меня панель инструментов не меняется. Я могу для чистоты эксперимента взять и открыть, скажем, отчет личные данные сотрудников. Видите, вот она эта кнопка. Почему? Потому что это один из вариантов отчета. В то же время вот у меня висит открытый отчет договорники. Это уже другой вариант. Здесь, как видите, вот вообще всего ничего. И, соответственно, здесь панель инструментов выглядит уже совершенно иначе. Ну вот я развлекалась, видите, добавила кнопочку «Стандартные настройки», чтобы иметь возможность быстро сбрасывать результаты своих экспериментов. И вынесла себе кнопку «Изменить форму». Так, еще что мы можем с вами сделать? Вот настраивать действительно это, я думаю, вы со мной согласитесь, удобно. Но при этом, при этом еще надо не забывать один момент. Сейчас мне даже, наверное, будет проще показать. Давайте я еще дополнительно сейчас несколько кнопок просто вынесу на панель инструментов. То есть вот, опять же, кнопочку добавила, что-то я ее не вижу. Видите? Я могу, конечно, сделать масштабчик поменьше. Ну, как-то вот, 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 видите, где она же. То есть к чему веду? Рано или поздно мы с вами попадаем в ситуацию, когда, по сути, для нормальной работы, да, при определенном масштабе, мы уже начинаем выносить кнопки, но мы их просто не видим. Исходя из этих соображений, конечно же, банальщина-банальщина, но мы можем не только выносить кнопки, но и, естественно, их что делать? Убирать. Ну, вот, в частности, в частности, давайте-ка я уберу, вот, я, видите, тут добавляла дополнительно поиск. То есть я скажу, что мне нужно отражать только в дополнительном подменем. Ну, и достаточно нажать кнопку применить. Видите, ушла. Далее, например, в некоторых кадровых отчетах, ну, и вот, если я вернусь к тем же личным данным сотрудников, тоже не всегда актуальна вот эта часть. Кнопка суммирования, согласитесь. Я понимаю, когда речь идет о расчетных, да, то есть о зарплатных отчетах, по выплате, там, естественно, кнопка суммы – это наше все. Сейчас вот я верну стандартные настроечки. А вот в кадровых отчетах, ну, она абсолютно не актуальна. Что я буду здесь складывать? Вот в отчете личные данные сотрудников. Сейчас отключу отбор, извините. Ну, вот, что, я вот от рождения, что ли, суммировать буду? Ну, это, конечно, ситуация более чем странная, конечно. Вот, исходя из этих соображений, мы при настройке панели инструментов, при настройке панели инструментов, еще с вами не забываем о возможности. Лишние команды, которые для нас с вами не актуальны, их просто, опять же, убирать, убирать. Ну, не нужна вот ни сумма, да, то есть вот это вот все абсолютно мне не нужно в кадровом отчете. Зачем я буду с этим мучиться? Ну, только видите, что получилось? Вроде я все наотключала, а она у меня осталась. Обратили внимание? То есть, собственно, почему? Потому что вы, наверное, и в процессе работы обращали внимание, что у нас бывает, когда мы видим достаточно большое количество похожих команд. Вот почему, когда я вам стала объяснять, я первое, практически первое, что сказала, что вот нажмите кнопку «Еще», если собираетесь что-то вынести, посмотрите, как это выглядит в подменю. Вот я сейчас верну стандартный вариант, но чтобы не быть голословной. Вот. Вот у меня, видите, она «Рассчитать». То есть, я просто-напросто взяла и не обратила внимания, какой элемент формы у меня был выделен. Вообще-то, вот эта часть, да, это у нас с вами основная командная панель. А я развлекалась в данный момент где? Я развлекалась в командной панели еще. А вот если мы с вами развернем основную командную панель, да, то здесь уже, здесь уже будет совсем другой разговор. То есть, вот они, те кнопки, которые мы видим на основной командной панели. Исходя из этих соображений, если я все-таки хочу убрать вот эту злополучную кнопку, мне как минимум нужно ее искать несколько в другом месте. Давайте проверим. Видите? То есть, вот я применила, и у меня кнопка суммирования пропала. Названия похожие, поэтому просьба огромнейшая. Если вы настраиваете панель инструментов для себя любимых, то обращайте внимание, что выделено. Вот есть у меня, допустим, кнопка найти. Смотрю я на нее, не нравится мне найти. Хочу, чтобы она называлась поиск. Да, это мое личное дело. Что хочу, то и делаю. Смотрю, собственно, применяю, и опять же, вот, видите, вот она у меня кнопка поиск. Просто на сей раз я была внимательна и обратила внимание, что же все-таки у меня выделено. Я пока говорю, вынесу все-таки обратно вот эту вот команду, чтобы мне каждый раз не бегать. Обратила внимание, что у меня было выделено в левой панели. Ну, так я, собственно, к чему веду. Выносить кнопки – это здорово. Те, которые… Имеет смысл это делать, конечно, не во всех подряд отчетах, а в тех отчетах, которыми мы пользуемся регулярно. Обязательно внимательнейшим образом смотреть, что у нас с вами в структуре выделено, чтобы не получился такой вариант, как я вам только что показывала. Команды называются одинаково. Я хочу убрать сумму. На самом деле я ее убираю не из основной командной панели, а убираю из-под меню «Еще». Ну, и что еще как раз вот то, что я вам показывала. Можно сделать, помимо того, что какое-то выбрать отображение, да, картинка, картинка, текст. Ну, зачастую самый актуальный вариант, конечно, картинка – это экономия места, что немаловажно. Мы можем с вами менять последовательность местами, видите, то есть вот у нас для этого есть кнопки. Если какие-то нам не нужны кнопки, то достаточно просто в структуре снять соответствующие флажки. Радь богу, сейчас я тут так для контраста прям поснимаю их побольше. Тут главное не пугайтесь. Вот, смотрите, у меня от панели инструментов практически ничего не осталось. И, собственно, под меню еще, видите, какой куцей стало. Заодно просьба обратить, пожалуйста, внимание, все-таки программа безумно хороша. Здесь, ну, при всем желании, по-моему, испортить что-то очень сложно. Вы видите, что у команды изменить форму флажочек в принципе нельзя сбросить. Вот, как раз из каких соображений, чтобы не получилось, что мы с вами перестараемся, а результат будет плачевным. Ну и, соответственно, всегда можно вернуть стандартные настройки. Ну и еще какой вещь я вам хотела бы показать. Я думаю, многим пригодится вот как регулировать панель инструментов. Да, но у нас еще в отчетах есть прекрасная такая вещь, да, как параметры. То есть, в частности, вот в данном случае, вот я в шапке отчета вижу дату, и у меня есть отбор по организации. Мы с вами, помимо того, что можем распоряжаться кнопками на панели инструментов, мы можем выносить отборы. А вот это уже безумно практично и безумно полезно, и я думаю, это пригодится всем. Хотя, если не кривить душой, да, называть все своими именами, речь сейчас пойдет уже об отборах. Об отборах, подчеркиваю, а не о панели инструментов. Настройка здесь делается немножечко иначе. То есть, мы с вами нажимаем кнопку настройки, и настройки нужны расширенные. Почему? Потому что, когда мы с вами нажимаем кнопку настройки, мы видим типовые отборы, которые предусмотрены разработчикам. Ну, и вот, я думаю, вы со мной согласитесь, вполне логично. Вот у меня одна организация. Мне отбор по организации, в принципе, не нужен как класс. Он мне не нужен, вот совсем не нужен. С другой стороны, у меня, например, есть необходимость, особенно в условиях крупной организации, мне надо отбор по должности, отбор по сотруднику. Да, это все предусмотрено разработчикам, это все здорово, но только обратите внимание, что получается. Опять же, я должна нажать кнопку настройка, и только здесь уже у меня появляется возможность задать отбор по должности, выбрать какого-то сотрудника. Это тоже не всегда комфортно. Так вот, этой частью, отборами, мы тоже можем управлять. Поэтому кнопку настройка, я к чему веду, с панели инструментов не убираем никогда. Это наша необходимость, острая. То есть, как я уже сказала, открываем окно настроек. Переходим в вид расширенной. И определяемся с отборами. Вот не знаю, обращали вы внимание или нет, потому что в настройки заглядывают все и всегда. И наверняка все, кто присутствует, смотрели и расширенный вид. Здесь можно добавить отборы, но у нас сейчас речь не об этом. На закладке отбора вот есть вот такая вот любопытная колонка. Она вся такая цветастая, видите, тут звездочки, стройки и так далее. На самом деле, это у нас с вами цветовое разрешение, как будет отражаться вариант отбора. Увидеть это можно все, сделав двойной щелчок левой клавиши мыши. То есть, смотрите, в шапке отчета, только флажок в шапке отчета, то есть галочку поставить можно будет в шапке отчета. В настройках отчета, это значит, мы должны с вами что сделать? Нажать кнопку настройки. Только флажок в настройках отчета, ну и не показывать. Ну, обратите внимание сразу же, какое количество отборов предусмотрено заранее разработчикам, но они просто не показываются. Видите, вот все, что с крестом, это как раз вот эта часть. Но я возвращаюсь к своей постановке вопросов. У меня одна организация. Мне отбор по организации в шапке не нужен от слова совсем. Значит, как от него избавиться? Прямо по значку, вот со звездочкой, делается двойной щелчок левой клавиши мыши. И я, например, скажу, что я хочу в настройках отчет. Вот смотрите, каков будет результат. Видите, у меня отбор по организации пропал. Но теперь, если я нажму кнопку настройки, то здесь уже я могу задать отбор по организации. То есть вот он у меня. Я даже могу вот-вот в простой вид перейти, чтобы было лучше видно. Вот он у меня. Видите, отбор по организации. Далее, как я уже сказала, мне-то интереснее вынести в шапку отчета, что должность и, скажем, сотрудника. Та же логика. То есть в строке с должностью по значку делается двойной щелчок левой клавиши мыши и выбирается команда в шапке отчета. Ну и то же самое я проделаю для поля сотрудник. Если я теперь сформирую отчет, то видите, у меня появились новые отборы. Новые отборы. То есть я могу сразу же, не бегая ни по каким настройкам, если мне понадобится просмотреть, например, информацию по всем сотрудникам, которые у меня занимают должность менеджер, ну или какую-либо другую, да, без каких-либо проблем. Вот. Легким движением руки, как видите. Вот. Могу скомбинировать поля, могу посмотреть информацию по определенному сотруднику. Ну, продолжаем разговор. Дело в том, что увлекаться вынесением отбора в шапку отчета тоже не стоит. Не стоит по какой причине? Ну, сейчас вот опять же с моей стороны это хулиганство чистой воды. Я сейчас, видите, все выношу в шапку, просто чтобы запугать. Стадия запугивания она должна быть. Как видите, у меня уже шапка отчета откидает достаточно ощутимый кусок рабочей площади отчета. Вот это уже никуда не гадится, да? Вот. Что тогда получается? Ну, я могу через кнопку еще снять флажки там, да, добавить флажки. А самое практичное все-таки, сейчас секунду, определиться, что нам надо видеть. То есть здесь мы уже с вами сами решаем. Это зависит от тех целей, которые вы преследуете, которые вы преследуете. Ну, вот я, вот давайте еще вот это вот отключу. Здесь, кстати, вот вариант, который я вам предлагала со стандартными. Здесь вот, смотрите, его здесь нет. Здесь вот придется ручками. Еще вот есть вот, но показывать вот таким образом, если вам удобнее. Ну, к должностям в частности. Вот сейчас у меня получается, еще разочек вернусь, в поле должность, отбор по должности, это выпадающий список. То есть я могу выбрать какую-то одну должность, и это тоже мне не всегда подойдет. А значит, надо довести до ума. Например, отбор по сотруднику, да, меня устроит. А по должностям нет. Точнее, меня не устроит. Условие отбора. Обратите внимание, вот у меня строка отпор по должности, и вот условие стоит равно. Ну, а значит, ежели я хочу иметь возможность выбрать сразу несколько должностей, то мне, конечно же, подойдет вариант в списке. И этот вариант, опять же, нам с вами по кнопкам в программе всем знаком. Обратите внимание, у меня теперь там, где должность, вместо выпадающего списка появилась кнопка выбрать. То есть теперь я уже могу легким движением руки добавить несколько должностей. И уже буду выводить себе отчет, выводить себе отчет сразу по, к примеру, вот в моем случае с сотрудником, занимающим должность, видите, бухгалтера, охранника, водителя и курьера. То есть вот такая у нас с вами вещь имеет место быть. Функционал вот здесь, я думаю, вы со мной согласитесь, вообще великолепен. Просто великолепен. Это не программа, это именинное сердце. Есть такое дело в нашей жизни. Просто подходить к всему нужно практично. Вот я начала с кнопок, ну, собственно, это основная тема нашей сегодняшней встречи. И первое, что я вам сказала, что увлекаться этим не надо. Не надо в каком плане? Место на панели инструментов все-таки ограничено. А значит, рано или поздно, нам же нужно, чтобы было комфортно, выведем много кнопок, мы будем вынуждены с вами оперировать масштабом. А вот это уже, ну, вот, неудачно совсем. Неудачно совсем. То есть либо я вижу нормальный отчет, либо я вижу кнопки на панели инструментов. А значит, мы с вами эти кнопки не только выносим на панель, но и те, которые не требуются, убираем. Особенно, вот я говорю, в кадровых отчетах кнопка сумма во многих, она в принципе не нужна. Я думаю, вы со мной согласитесь. Дальше все зависит от ваших предпочтений. Почему? Потому что, например, вот та, развернуть, свернуть все группы, это, конечно, все здорово, но я, например, больше люблю правую клавишу мыши, потому что здесь я могу не просто развернуть, свернуть, я могу сразу быстро перейти к нужному уровню. И вот эти кнопки, они мне, например, тоже не нужны. Ну и когда мы через настройки, через кнопку настройки задаем с вами какие-то отборы дополнительные, я вам показывала, увлекаться не надо. Та же ситуация, что и с кнопками, каждый наш дополнительный отбор, он увеличивает шапку отчета, ох, увеличивает. И результат, результат у нас с вами будет несколько плачевным. Но вот если я сейчас, опять же, на хулиганю, на хулиганю, нет, не получится быстро сделать, жаль, то вернемся мы с вами к тому варианту, что работать уже с отчетом вот в таком состоянии будет, ну, неудобно от слов совсем. Вы видите, вообще, что получилось. Нечто неудобоваримое. Исходя из этих соображений, та же самая логика. То есть мы с вами очень тщательно подходим, тем более, что, в общем-то, видите, здесь как-то шибко быстро все дернуть обратно не получится, в отличие от кнопок на панели инструментов непосредственно. Но зато мы здесь можем продуманно подойти, определиться, какие отборы, помимо кнопок, да, мы хотим видеть шапки отчета, какие отборы, какие отборы мы с вами хотим видеть, когда нажмем кнопку настройки, какие отборы, видите, вот я доразвлекалась. Вот. И, соответственно, соответственно, мы можем с вами определить, какие условия отборов, а вот это вот немаловажно. Здесь, я думаю, вы со мной все согласитесь, это не принципиально, в частности, я имею в виду, в плане должностных обязанностей, скажем, кто-то из присутствующих является сотрудником отдела кадров, кто-то из присутствующих является сотрудником отдела по расчету зарплаты. Вот, видите, вот могу показать, например, вот отчет, это мы на занятия делали, то есть выводили личные данные там с табельными номерами и потом уже развлекались, добавляли дополнительную информацию к этому отчету. Вот. Но, собственно, приемы работы, они всегда идентичны. Вот, поскольку все-таки курс рекламный, да, я немножечко продолжу. Мы, конечно, мало только вот того, что мы сегодня с вами обсуждаем, на самом деле, вот, как я уже сказала, курс ведется на заполненной базе, мы там уже четко учимся применять разные вариации настроек, там, какие-то новые поля, как сделать свои варианты отчетов. Вы же наверняка знаете, что в программе-то, помимо таблиц, есть возможности те же диаграммы добавлять. Вот. И курс, этот курс, он будет полезен как представителям отдела кадров, так и представителям отдела по расчету зарплаты. Именно из этих соображений, именно из этих соображений, мы, когда вот курс идет, мы, когда курс идет, здесь, в общем-то, рассматриваем и кадровые отчеты, как я уже сказала, и зарплатные, и налоговые, но, естественно, отчеты стандартные. Ну, чтобы не было мысли, да, регламентированные отчеты, это вообще отдельный разговор, хотя там тоже есть свои настройки, наверное, многие из вас туда заглядывают. Так что, если вам показалось интересным, приходите, будем рады вас видеть на курсе по настройке отчетов. Ну, вот как-то так.